На Валааме началось производство итальянских сыров. Монахи утверждают, что у них есть всё для того, чтобы их продукция получилась не хуже европейской. При этом на Валааме подчеркивали, что речь идёт не об освоении европейского производства, а о возрождении своих, просто подзабытых традиций. Репортаж Николая Васильева. Качёта, Валаамская. Качёта, моцарелла, строкина, рикотта. Такие характерные для сыроваров Италии и милые для уха гурманов всего мира названия входят в монастырский словарь Валаама. Мы не преследуем цель импортозамещения. Цель возрождения традиции на острове Валааме, потому что раньше всегда Валаам пославился молочными продуктами и своей фермой. Современный молочный завод Валаама ведёт историю с 1989-го, когда на Ладоге был возрождён древнейший в России мужской монастырь. 25 лет потребовалось, чтобы отреставрировать историческое здание старого скотного двора. Кстати, памятник архитектуры федерального значения. Своя ферма появилась на Валааме в 1881 году и сразу была признана одной из наиболее технологичных в Европе. В подвале, например, была установлена паровая машина собственной конструкции. Она обеспечивала работу и водопровода, и механизированных устройств по уходу за скотиной. Живая музыка, чистейший воздух Ладоги с ароматом карельской сосны. Такого коровы не знают нигде, кроме Валаама. Монастырское стадо – это 72 головы айрширской и галштинской пород, в том числе 24 дойные. В сутки ферма даёт до 800 литров молока. Очень неплохая цифра, особенно для русского севера. Секрет, уверен пастух Алексей, в особом отношении к животным. Отношение к ним какое-то, ну, может быть, как не к бездушному механизму по выдаче молока, а к животным. Чтобы вот держать вот эти удои и качество, тут же нужен профессиональный подход. Оборудование, технологии и рецептура на ферме – самое что ни на есть родины моцареллы. Итальянцы полгода учили монахов при мудрости сыроварения. Четверо братьев даже ездили на стажировку в Альпы. Джанни, вы несколько месяцев учили русских монахов варить сыры. Можно уже оценить первые результаты? А давай вместе оценим. Это они уже сами сделали, без нашей помощи. Вот, попробуй. Это новый сорт. Мы его назвали «Монастико», специально для Валаама. Секрет в местном молоке – оно здесь отменного качества. Монахи оказались очень усердными учениками, и вкус у сыра отличный. Правда? Действительно. И это не на севере Италии, а на русском севере. Попробовать валаамский сыр можно, только попав на остров. Продавать продукцию фермы монахи не планируют. Задача одна – накормить обитель и приезжающих сюда паломников. Николай Васильев, Евгений Костин, Александр Бурушков. Вести. Ладожское озеро. Остров Валаам.